Здравствуйте всем! Сегодня будем говорить про Blazor опять, снова про основы, собственно говоря, как было сказано в прошлом видео. И на этот раз создадим некий компонент и заставим его в свое состояние сбрасывать в Local Storage, то есть в браузерное хранилище, и читать из него, из этого самого Local Storage, чтобы восстанавливать состояние при обновлении страницы. Ну и чтобы не затягивать с видео, давайте немножко попрактикуемся в программировании и создадим этот самый компонент. Ну и для начала давайте создадим тот самый Blazor App, с которым мы будем делать его упражнение. Я напишу, что он называется у меня Basic. Ну, видимо, часть уже четвертая. Пусть будет WebAssembly, мне это в принципе не принципиально. Давайте для начала создадим кое-какую разметку. Я не буду проект менять, я просто удалю вот эту штуку, потому что она не нужна. И вот эту вот удалю, чтобы не заморачиваться. Мы не будем обращать внимание на этот каунтер, даже, знаете, я, наверное, все-таки его тоже удалю. Из меню управления, каунтер мы тоже уберем, а остальное все пусть остается как есть, потому что у нас сегодня другие цели. Итак, давайте сделаем некоторое количество разметки. Здесь напишем, что у нас теперь свой каунтер. Ну, давайте даже вот так вот напишем, версия 2.0. И теперь нужно сделать некоторую разметку. Так, ну, я буду использовать Zen Coding, если хотите. И я думаю, что вы про это все хорошо, прекрасно знаете. Я сделаю здесь вот так. Здесь сделаю div, call, нажму табуляцию. И вот у меня появился некий HTML-контент, который мы дальше будем развивать. И давайте для начала поставим х2 и здесь напишем какой-нибудь каунтер. Мы его потом превратим в переменную. Дальше мне нужно также здесь написать div.row, div.call. Ну и дальше сделаем, ну, давайте еще один div добавим, в который будет добавляться баттонов у нас будет, будет 4, нет, 3 у нас будет баттона. Нажимаю табуляцию, вот они, 3 баттона у нас есть. Сейчас мы их немножечко дома доведем. Ну, во-первых, здесь напишем класс, который будет баттон group. Чтобы у нас кнопки были красивые. Ну, и здесь вот таким вот образом тоже напишем класс. И поставим, что у нас баттон, баттон-аутлайн-секондарь. И кавычки закроем. Ну, и нужно написать, наверное, что мы тут будем делать. Ну, давайте по-английски напишем start. Давайте напишем stop. И здесь pause. И давайте теперь запустим, посмотрим, все ли верно. Ну, вот как-то вот так. Что-то у нас counter перебивает counter. Давайте вот это уберем, а вот это вот оставим и сделаем один. В общем, я не претендую на аутентичность реализации, разметки. В частности, дизайнерские способности мои оставляют желать лучшего. Ну, тем не менее, вот это вот, в принципе, будет достаточно. Итак, здесь мы будем показывать counter, здесь мы будем нажимать кнопки. Давайте создадим новый файл, который... Нет, не здесь. Давайте здесь назовем файл, который будет называться indexmodel.csharp. Ну, в общем-то, уйдем в code behind, потому что это все-таки csharp. И в code behind, то есть в csharp-овских классах, и IntelliSense работает лучше. Ну, в общем, я думаю, что вы меня поймете. Здесь напишем component base. Нет, мы напишем component base, чтобы у нас он превратился в компонент. Здесь напишем inherits indexmodel. Ну, и теперь можно создать counter, можно создать название. Ну, давайте здесь пропишем вот таким образом. OnClick. И вот такую штуку напишем. А здесь добавим start. Ну, пусть будет так. Здесь напишем stop. В общем, вот такие вот у нас команды будут. Конечно же, они все будут из csharp. О, в смысле, из csharp. Ну, и теперь нужно создать. Здесь мы напишем вот этот самый counter. Переключимся в model. И здесь создадим свойства. Пусть будет int. Пусть будет counter. И создадим также еще методы. Соблюдая naming convention, так как я написал async, они должны быть асинхронными, значит, напишем protected, собственно говоря, task. И это будет start async. Давайте вот так вот. Я скопирую. Task complete. И вот остальное. Скопируем. Это будет еще stop. А этот будет pause. Ну, и, наверное, последует вопрос, почему task, почему async, объясняю. Так как вот это вот может работать и с асинхронными методами, и с не асинхронными. Я предпочитаю использовать все-таки асинхронные методы, потому что обычно туда проваливаются какие-нибудь сервисы, которые работают асинхронно. И чтобы потом не переделать, лучше я вот предпочитаю сразу с самого начала делать асинхронными. Ну, и соблюдая naming convention, если метод является асинхронным, у него обязательно есть суффикс, который оканчивается на async, но некоторые так не делают. И, в общем, читается код от этого немножко хуже. Ну, и далее мне нужно сделать таймер. Я сделаю private, допустим, таймер. Так, какой таймер? Нет, неправильный таймер. Надо сказать, что существует здесь несколько таймеров. Есть таймер timers и timers. Есть еще threading. Ну, в общем, я вот такой вот таймер сделаю. Таймер. И здесь я сделаю теперь в инициализацию. Для этого соблюдая pipeline, так сказать, life cycle. Есть он initialized. Ну, опять же, я буду... Я предпочитаю использовать все-таки асинхронные методы. Он initialized. И здесь создан как раз этот вот таймер. task complete сделаем. И здесь скажу, что у меня теперь таймер будет равен new timer. И мне нужен теперь интервал. Давайте создадим по умолчанию правит, ну, допустим, const. Потому что я не собираюсь его менять в realtime. Пусть будет int. In. Давайте вот так вот. Interval. И я скажу, что он равен, допустим, ну, одна секунда, то есть тысяча миллисекунд. И сюда, соответственно, я опущу этот интервал. И таймер у нас initialized. Ну, а теперь нужно задать ему некоторые параметры. У нас при старте... Ой. У таймера должен запускаться handler. И он называется ellepsid. он таймер. Я его коротенько назову. И когда у нас этот таймер сработает, мы сделаем следующее. Так. Я использую конструкцию while. Counter. Больше нуля. Мы сделаем counter. Минус-минус, то есть вычтем единичку. И сделаем else. Сделаем таймер. Стоп. Ну, чтобы до конца оно отработало и остановилось, чтобы не пошел делать гадости. Стоп. Конечно же, это метод. Ctrl-кд. Так. И... Ой, ну, конечно же. Да. Да. Такая конструкция не будет работать. И в counter больше нуля мы сделаем, чтобы он увеличивался. И, собственно, пока на этом все. Дальше. Нужно теперь сделать, чтобы таймер у нас стартовал. Для этого вот здесь делаем таймер. Старт. Здесь нужно сделать таймер, соответственно, стоп. И здесь мы сделаем вот такую штуку. Таймер. Энэйбл. Будет у нас инверсироваться. Таймер. Энэйбл. То есть, если он был включен, он будет выключен. Если он был выключен, он будет включаться. Ну, и теоретически, в принципе, все. Но за исключением того, что сейчас эта конструкция работать не будет. И вот почему. Для того, чтобы наш UI узнал о том, что что-то в бэкэнде изменилось. Что-то у Blazer внутри изменилось. Ну, вот, смотрите. А, ну да. Если мы не задали таймер, да, конечно, фигня получилась. Давайте это поправим. Интервал-то я задал, а изначальное значение у counter нет. Ну, давайте для начала создадим, где у нас он. Initial Start. И скажем, counter. Ой, как он назывался это? Counter равен. Ну, давайте, скажем там, допустим, 10 секунд для начала. И еще раз запустим. Ну, опять же, повторюсь, эта конструкция работать не будет. Потому что UI работает немножечко по-другому, чем, казалось бы, ну, вот, допустим, Ну, давайте тогда так. Вообще, Blazer построил по принципам и по основам, которые называются NVVM подход. То есть, UI нужно найти файт, то есть, уведомлять его о том, что были изменения. Ну, как вы видите, как только я нажимаю, происходит изменение. То есть, оно, соответственно, срабатывает. А пока она стоит, ничего не работает. И для того, чтобы эта конструкция заработала, мне нужно сказать State Changed. То есть, мне нужно сказать UI, что мое состояние объекта изменилось. Теперь я запущу, и мой таймер при нажатии кнопки Start будет работать. Запускаем, ну, и, как видите, часики пошли. Но, мне кажется, это не очень такой симпатичный таймер. Я хотел бы, чтобы здесь шли еще миллисекунды. Собственно, и при нажатии Stop я хочу сбрасывать таймер. Давайте это допишем по-быстрому. Так, пауза, Stop. Мы снова таймер скажем, нет, мы скажем, counter равен. Ну, давайте инициируем переменную, которая будет private const int initial. Пусть будет, ну, допустим, 60 секунд. И мы сейчас этот initial будем сюда везде отдавать, чтобы он был везде, соответственно, одинаковый. Где-то тут вот так вот сделаем. Ну, и еще бы я хотел, чтобы у меня более наглядно было изменение. То есть, не каждую секунду, а чуть раньше. Поэтому я здесь поставлю, допустим, интервал изменения 100 миллисекунд. Ну, и, соответственно, мне тогда нужно вот эту штуку умножить на 100. Давайте посмотрим, как это работает. Запускаем. Ну, сейчас у нас десятый. Я бы хотел даже показать сотый. Для этого мы здесь изменим интервал обновления. Пусть обновляется так. И теперь, когда я запущу, будет очень красиво. Ну, вот просто будут приклеены циферки, которые будут бежать быстро к секундам. Ну, да, давайте немножечко разобьем. То есть, секунды у нас вот 56. Уже красиво. Давайте я напишу маленький extension, который разобьет эти цифры пополам. И просто покажу, чтобы не затягивать ваше время. Я написал вот такой вот маленький string extension, статичный метод, который называется extension, собственно говоря. Format as counter. И теперь я могу его использовать. Ну, знаете, даже вот, наверное, вот здесь я его могу использовать. Format. Нет. Format as... А, ну, это у меня string. Мне нужно вот ту string перевести. То есть, он у меня int. И эту строку. Вот. Format as counter. Теперь запустим. Ну, и будет это теперь выглядеть на самом деле красиво. То есть, обратный отсчет, counter. Когда нужно остановиться. Если я нажму стоп, он сбросится. Запущу... Запущу заново, он снова запустится. Нажму паузу, он остановит. Ну, и, в общем, как вы понимаете, прикольная штука получилась. Но, на самом деле, это еще не все, а только, как бы, самое начало. Почему? Потому что, когда я перейду на другую страницу, вернусь обратно, мой каунтер остановится и сбросится. Если я его снова запущу и нажму F5, он тоже остановится и сбросится. У меня задача сделать так, чтобы не переход на другую страницу, не, собственно говоря, обновление страницы вот здесь через F5, не сбрасывал counter, ну или, как минимум, продолжал расчет. Ну, вот этим вот мы сейчас и займемся. Для начала нужно отметить и понять, что я озвучил две проблемы. Первая решается очень просто. Это... давайте так. Первая проблема, это когда я запустил таймер, ушел со страницы, вернулся на страницу. Страница, соответственно, сбросился. Отработал метод, который называется initialize. И здесь он сбросил все с самого начала и пошла страница работать заново. Эту проблему достаточно просто решить. Надо всего лишь вот этот компонент, вернее его состояние, вынести на более высокий уровень через каскадинг-велю, который я объяснял в предыдущем видео. И тогда переключение страниц не остановит работу вашего компонента. И он будет работать, и его состояние будет меняться. И при возвращении на страницу, соответственно, вы увидите бегущий таймер. У меня нет задачи показать это, но если вам интересно, отпишитесь в комментариях. Я сделаю отдельное видео, покажу, как прокидывать состояние между страницами. Ну и вторая проблема, собственно говоря, это когда я запустил таймер, нажимаю F5, браузер загрузился, компонент стартанул, то есть блайзер стартанул, и как бы в изначальном состоянии снова требуется нажать кнопку, и чтобы таймер пошел, более того, он еще пошел и сначала. Ну и это решается на самом деле тоже достаточно просто, и именно вот это решение я хочу вам показать. Итак, для начала нужно определиться, какого типа состояния мы должны сохранять. Первое, это таймер включен или нет, и если включен, то какой он содержит, ну вот как раз вот это вот значение этого секунд, которые он должен сейчас обрабатывать. При обновлении страницы мы будем инициализировать уже прочитанным из Local Storage состояния и запускать его, соответственно, в зависимости от того, какой он там был стартанутый, ну в смысле запущенный или остановленный. Давайте это реализуем. Ну, прежде всего, нам потребуется какой-то сервис, например, Local Storage Service, который будет писать в этот самый Local Storage и читать из него. Во-вторых, нам потребуется объект, который мы будем писать и читать. Конечно, можно сделать по отдельности два параметра, но я предпочитаю использовать именно такой подход, когда у нас есть объект, который мы, собственно, и будем сервизовать и десервизовать. И для начала давайте создадим этот объект. Я его назову какой-нибудь CounterState. И сюда я добавлю свойство, которое будет IntCounter. И, собственно, мне потребуется также Property, которое будет булевого значения, соответственно, из Enabled. Ну, то есть, я буду сохранять вот этот вот класс, который будет нести в себе функцию передачи параметров из Local Storage и обратно. Ну и, соответственно, мне потребуется сервис. Давайте я так его назову. Local Storage Service. Давайте сделаем интерфейс. Я его зарегистрирую в контейнере. И перед тем, как... Давайте сначала я напишу, что будет в этом сервисе. То есть, да, в этом сервисе. А потом я его реализую уже, ну, чтобы не затягивать видео. Итак, первое, что мне потребуется. Мне потребуется метод Save. То есть, мне потребуется Void Save Async, наверное. Ну, так мне кажется, очень сложно. Давайте сначала посмотрим, как работает Local Storage, а потом запишем сюда методы, которые будем использовать. Для этого нам нужно зайти в папку www.root, создать файл. Я его назову какой-нибудь JS InterOp. Ну, в смысле, Interability. Пусть он называется JS. Неважно, на самом деле, как он называется. Отлично. Теперь мне нужно первым делом, чтобы я не забыл, добавить этот файл вот сюда, чтобы он загружался в студию. В смысле, в рестарте проекта. И теперь в этом файле написать парочку-тройку функций. Ну, во-первых, в Function у нас будет Set. И будет Set звучать следующим образом. Мы имеем ключ и Value, который будем сохранять как раз вот в этой функции. И здесь мы будем обращаться к Local Storage. Здесь есть SetItem. И как раз сюда требуется Key. И, соответственно, что мы сюда будем записывать? Value. И так как у нас есть Set, соответственно, у нас должен быть и Get. GetFunction будет называться Get. Здесь нужен как раз ключ. И, соответственно, Return. Local Storage. GetItem. Вот он. И, соответственно, сюда нужно указать ключ, который мы будем получать. Ну, в общем-то, вот этого достаточно. Но, тем не менее, я из опыта уже могу сказать, что потребуется еще одна функция, которая называется Remove. Опять же, Key. И здесь будет Local Storage. RemoveItem. Соответственно, тоже потребуется Key, который у нас называется Key. Ну, вот такой вот набор функций, которые мы будем реализовывать. Соответственно, для сохранения нам нужно Key и объект. Я буду сохранять строку, либо сериализованный объект в строку. Таким образом, я теперь могу решить, что мне вот здесь нужно будет... Ну, во-первых, это будет уже не Voight. Давайте сделаем Task, потому что это асинхронная операция. SaveAsync нам нужен StringKey, и давайте для начала напишем StringValue. То есть, как бы я буду иметь возможность сохранить строковый параметр. И теперь мне нужно сделать еще второй метод, который будет, ну, пусть называется Load. И здесь тогда у меня будет он тоже возвращать не просто, а именно String. Вот такой. Ну, и раз я буду работать с объектом, мне проще сделать override на эти методы и сказать, что я хочу сюда Save сделать GenericTip и сюда сохранять как раз этот GenericTip. Ну, и, соответственно, на чтение я сделаю то же самое. Я буду возвращать T. Ой, то есть... Да, я буду возвращать T. Буду указывать его какой. Ну, и, соответственно, еще у меня есть Task, который называется Remove. Ну, в общем, если потребуется из памяти, то есть из этого Local Storage удалить какой-то объект, пусть очистить его. Ну, и вот этот вот. Давайте я напишу коротенько реализацию, чтобы не затягивать ваше время, и потом прокомментирую. Значит, прошу вас обратить внимание на то, что в процессе реализации я переименовал методы, чтобы они соответствовали названию функции. Ну, там функции WinterOptJS, Set и Get, собственно, Remove. Ну, и я также назвал Set и Get. А те, которые возвращают конкретно со строками, работают, я так добавил просто вот String, и мне кажется, это более как бы понятно. Ну, а сама реализация выглядит следующим образом. Есть у нас конструктор, в который провалится тот самый IGS Runtime. Это та штука, которая позволяет Interability, то есть манипулировать объектами JS-овских файлов, то есть загружать их. Загружать, кстати, динамически может, выполнять их, методы в них находить. Ну, в общем, очень мощная штука, на самом деле мне очень нравится. Ну, и реализация сводится к тому, что если мы где-то тут вот строка, где строка, вот String отдаем, записываем, то у нас JS, вот этот самый Runtime, вызывает метод Invoke, и по типу String ищет в том файле, в том, который у нас прописан, то есть даже не в том файле, а этот файл, который JS Interop.js, опять же, загружается в систему, то есть у нас у объекта Windows появляется доступный метод Set, и, соответственно, Get. И вот именно вот это вот Set я ищу, подставляю кей, записываю value, и, собственно говоря, наоборот, это на сохранение, а здесь вот на чтение. Get, подправляю кей, в общем, сейчас увидите, как это работает. Ну, а что касается дженериков типов, то перед тем, как сохранять, например, в данном вот варианте, то я сначала сериализую его, JS Serializer работает очень быстро, быстрее, чем даже Newton.json, и даже в некоторых моментах на порядок, и даже на несколько. И, собственно говоря, сериализованную дату сохраняю непосредственно так же, как обыкновенный кей. Ну и, в общем-то, на этом как бы реализация закончилась, вот этого самого Local Storage. И давайте теперь зарегистрируем вот этот вот объект вот в этой вот программе. И я давайте напишу Builder Service Add. Ну, во-первых, можно Transient, хотя, когда работает Assembly, там работает Scope. Я скажу, запятая, запятая, и нажму Alt Enter, и удалю одну буковку. Вот так вот он у меня зарегистрировался. Тут тоже все лишнее поудаляю. Ну, в общем, давайте теперь подключим вот эту всю систему на сохранение вот этого состояния этого каунтера, и на чтение. Давайте первым делом наведем небольшой порядок. Что-то здесь я, видимо, разнервничался и как-то неправильно назвал переменные, потому что они константы. Пусть они называются в соответствии к конвеншенам. Ну, в общем, смотрите. Есть возможность интегрировать вот этот iLocal Storage Service через конструктор, но в концепции Component Base, то есть в концепции компонентов Blazor, это работать не будет, поэтому разработчики придумали вот такую штуку, которая называется атрибут под названием inject, и, соответственно, я могу теперь сюда написать iLocal Storage Service. Ну, ладно, пусть так и называется, вот этот самый iLocal Storage Service. Именно этим и обосновано то, что у каждого компонента, то есть у каждого компонента Blazor, да, в iSpot.net Core, у него есть вот такой вот метод override, который называется onParameterSet, и его асинхрованная версия, асинхронная версия, которая называется setysync. То есть как раз inject срабатывает в тот момент и выполняет вот этот метод. Ну, в общем, более подробно это можно почитать на сайте Microsoft, и я сделаю сейчас следующее. Смотрите, я заинжектировал сюда этот самый сервис. Теперь важно определиться, в какой момент сохранять вот это самое состояние. Ну, не думаю, что мне необходимо сохранять каждую там миллисекунду, особо в этом смысле. Ну, вот каждую секунду, допустим, я бы хотел бы сохранять. Ну, и тут же вопрос производительности. Вызывайте метод сохранения каждую там миллисекунду или там раз в секунду. Тут как бы нужно вам протестировать. У вас наверняка будут другие проблемы, другие задачи. Ну, я буду сохранять каждую секунду, чтобы таймер работал, ну, как бы вот таким вот образом, не нагружая сильно систему. И для этого я сделаю следующее. У меня есть метод, который делает как раз обновление. Вот он таймер. И вот здесь уменьшается counter на единичку. Надо напомнить, что он уменьшается каждую сотую секунды буквально очень быстро. Поэтому я сделаю такую штуку и скажу, есть ли у меня counter, давайте правильно counter напишем, а то получается фигня. Есть ли counter каждую сотую секунду, да, то есть я буду делить его на 100 равно нулю, то есть не каждую секунду, а именно когда он раз в секунду обновляется, грубо говоря. Вот именно тогда я хочу сказать save state. И этот save state я сейчас буду реализовывать. Мне здесь нужно использовать local service storage. Здесь мне нужно сказать save, где-то тут, а, set я его назвал, set и sync, и мне нужно указать кей. Ну, давайте для вот этого таймера я сделаю такой internal string и назову timer state k name. Ну вот, вот как-то вот так. И назову его просто my timer я плохо назвал timer state достаточно. И теперь вот этот вот таймер, чтобы не промахнуться с названием, то есть я буду отдавать его именно сюда. Ну, во-первых, я сюда отдам тот самый кей, а во-вторых, мне сюда нужно как раз тот самый data, да, и теперь я должен сделать примерно следующий var data равно var data равно new counter state Ну, давайте заиспользуем вот таким вот образом counter и, соответственно, isEnable равен ну, в нашем варианте это timer enable вот. Ну, и таким образом получается сериализуется объект и сохранится. Единственная проблема в том, что это у меня асинхронная операция await ну, и поэтому нужно сделать вот так вот. Ну, и этот метод превратить в task. Но при таком подходе возникает некоторая проблема. Нам нужно, чтобы тогда вот этот таймер сработал как асинковый, то есть асинхронный и, соответственно, давайте я это сделаю await и, соответственно, чтобы он стал await мне нужно его сделать task ну, и тогда у нас здесь получается немножечко что не получается. Ну, и я сделаю маленькую хитрость и сделаю анонимную функцию async передаем параметры timer передать и здесь мне нужны параметры так sender и arguments и я их сюда и передам sender и arguments ну, и я даже назову вот этот вот метод как соответственно должен должен тоже быть await и здесь я вам скажу чтобы он был async соответственно naming convention ну, и теперь теоретически мы можем запустить и проверить что у нас эта штука работает и так каждую секунду мой local storage должен получить обновление вот этих вот самых данных из этого состояния нашего каунтера давайте откроем табличку у нас сейчас тут пусто и я запускаю таймер ну, и посмотрите в таймер пошел и прям в local storage пишется текущее состояние в общем-то что и требовалось доказать теперь нужно вот эти данные прочитать закроем эту штуку ну, и теперь для того чтобы прочитать эту штуку вспомним про то что я говорил буквально вот про этот вот inject то есть когда у нас local storage инициализируется у нас срабатывает метод override on async почему async потому что мы тоже будем читать оттуда и соответственно var state равен у нас local storage давайте сразу сделаю await ну, вот да await и здесь соответственно async и мне здесь нужно load вернее get объект я называл я назвал этот объект забыл как counter state и соответственно мне нужно тот самый counter ключ передать я опять забыл как он называется timer state давайте я его скопируем и соответственно я сюда передам state и у меня этот state должен быть загружен это я теперь могу убрать а, ну да кстати, смотрите это важная штука я просто промахнулся и с этим нужно быть повнимательнее я во-первых вот это вырежу а вот это во-вторых удалю ну и про старуху как говорится бывает порнуха он параметр set async вот так должно быть что ж вы молчите хоть бы и первоначальное значение то что пришло в этом состоянии и собственно говоря если она стояла enable true то запустить его и давайте это сделаем ну во-первых нужно проверить что это не равен нул теоретически потому что все что угодно может прийти и теперь поставить следующий вопрос если у нас что-нибудь там да есть тогда counter равен counter и если state is enable то есть если он запущен тогда start и сделаем его await и так у нас здесь должен быть ну наверное все да давайте запустим и проверим что эта штука работает ну как вы видите уже сработало потому что запустился не с того места то есть не с начала и давайте нажму F5 смотрите таймер работает с того же места откуда остановился еще раз но теперь нажмем стоп ой нет сначала нажмем старт и нажмем на паузу например вот 57 секунд нажимая F5 ага то есть он у меня стоял стоп и все равно давайте проверим еще раз стоп нажимая F5 то есть он должен запуститься показать 5 0 0 0 0 0 5 так я не понял еще раз стоп а то есть он остановиться остановился давайте еще раз покажу мы сейчас запустили таймер нажали паузу нажали F5 и таймер сразу запустился так что-то здесь не так давайте посмотрим почему ну на самом деле здесь конечно все понятно потому что я запускаю и таймер каждую секунду записывается а я бы здесь наверное сделал немножечко по-другому разграничил эти два параметра но в данном случае получилось так то есть каунтер отдельно записывать одно значение а включен или выключен другое значение потому что при срабатывании каждый раз он как бы включен с другой стороны ладно не будем об этом это процесс как бы обсуждаем реализация может быть разной другой вопрос что когда я нажимаю сохранить таймер то есть когда я нажимаю кнопку пауза я не делал обновление поэтому вот я сейчас делаю это вот таким вот образом await save state давайте здесь делаем async и save state в общем теперь все должно работать именно так как в принципе и ожидалось так и вот эта вот строчка кода мне теперь не потребуется еще раз f5 f12 смотрим что у нас в application в local storage ну и так что-то я не вижу ничего ну ладно пусть будет чистенько запускаем вот у нас таймер нажимаем на паузу можно кстати посмотреть вот таким вот образом сейчас у нас disabled я нажимаю в 5 страница перезагружается и стоит отпускаем таймер ну в общем-то в общем-то наверное на этом все я в принципе показал все что хотел показать если у вас будут вопросы пишите обсудим на самом деле blazer достаточно мощная система в том смысле что ее производительность очень высока на самом деле люди постарались очень очень избежать ошибок которые были в silverlight и который так или иначе был из-за своего собственного плагина немножечко ну не очень быстро но тем не менее работал а на самом деле если учитывать что сам этот blazer работает на веб-ассембле которая сама по себе как стандарт очень быстрая то надо понимать что blazer может работать и на электрон платформе и на собственной реализации которую не собирается сделать то есть я веду к тому что это может быть очень быстрая система и допустим для разработчиков игр очень круто на самом деле это будет выглядеть со стороны ну и на этом наверное будем с вами прощаться всего доброго и до свидания пишите комментарии ставьте лайки ну и пишите правильный код субтитры